Всем привет! Мы с вами на канале студии 7 чудес света. Во всех наших выпусках мы поднимаем тему важную не только для нас, но и надеюсь для вас, которая звучит так. Создание благоприятной среды обитания для человека. Об этом у нас даже есть документальный фильм, называется Каменный великан. Посмотрите по ссылке в описании. Но сегодня мы хотим обсудить не только об устройстве квартир и придомовых и усадебных участков, но и взглянуть на эту проблему немного пошире. И я хочу обратить ваше внимание на общественные пространства, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Это парки, набережные, улицы, пешеходные переходы и, конечно же, метро. Московское метро известно своим великолепием. Киевское, Арбатское, Боровицкое, театральное, охотный ряд. Перечислять можно очень долго. Ну что, если я вам покажу станцию, в которой используются элементы органической архитектуры? Станция метро «Нагатинский затон». Мы нашли архитекторов, отвечавших за ее создание и записали любопытное интервью. В нем мы поговорили про дизайн общественных пространств, цели и главные идеи для проекта, а также обсудили вопросы органической архитектуры и многое другое. Не переключайтесь, скоро будет самое интересное. Пойдем. Забор. Архитектурная мастерская, основанная в Москве в 2003 году архитекторами Петром Зайцевым и Арсением Борисенко. Проекты мастерской выдержаны в современном стиле. Их отличает обилие архитектурных приемов, использованных как в объемном проектировании, так и в дизайне интерьеров. Еще одной отличительной чертой проекта «Забор» является динамичная сложная форма. Первое, о чем хотелось бы поговорить, про место, в котором были вчера, про Ногайцевский затон. И насколько я прочитала, ваша архитектурная студия выиграла тендер, да? Не тендер, это конкурс. Конкурс. И в связи с этим хотелось бы спросить, откуда вообще идея с рыбами пришла? Ну, мне кажется, эта идея абсолютно на поверхности этой темы лежит, да? Потому что, как любые архитекторы, нам нужна идея. Для архитектуры недостаточно просто форма творчества, красиво нарисованного объекта. Вот, нужна идея. Без этого теряет ценность любой архитектурный объект. Архитекторы очень любят привязываться к месту, где это находится. Ну, мы выбрали этот путь, несложный, и привязка к месту, что это, ну, к названию станции, тем более. Ногайцевский затон, затонный речной залив. Поняли, что должна быть связь с водой. Что такое вода? Все, что угодно вообще. Обширное понятие, но, наверное, самое интересное, это обитатели, да? Это символизирующие, соответственно, рыбки. В метро обычно, там, если изображение, то либо каких-нибудь видных деятелей, либо героев, либо еще кем-то. А мы такие разные рыбы. Ой, ковечили рыб на стенах. Интересная и забавная, самое главное, показалась идея, потому что она, во-первых, абсолютно позитивная для всех. То есть, ну, вполне можно подумать, что любой человек или очень многие из людей порадуются просто. Во-вторых, она, ну, в некоторой степени иронична по тому, что я сказал, да, то есть, ну, увековечили рыб. В-третьих, она сама по себе абсолютно нейтральна, потому что, ну, понятно, что всегда найдутся люди, которым что-нибудь не нравится. Ну, просто в нашем случае, наверное, их будет меньше. Мы начали думать, как это реализовывать, и поняли, что прям прекрасный прием – это мозаика, мозаичное панно. Это очень хорошо коллирирует с историей метро, потому что очень много станций выполнены с применением этого материала, и это очень узнаваемо, очень декоративно, и сейчас очень мало используемо. То есть, с этой идеей мы пришли на конкурс, ну, и нам удалось выиграть. За реализацию проекта отвечали вы совместно с мастером-мозаистом Максимом Козловым, да? Да, именно так. А что в составе мозаики? Из чего сама мозаика? Там очень много всего. Там и много очень натурального камня, немножечко керамики, довольно-таки много смальты. Это вот яркое стекло, крашеное, и оно использовалось в каких-то акцентных местах, где нужно было подчеркнуть поярче. Ну, это просто довольно дорогой материал, и его много сложно использовать. Ну, и ребята, художники-монументалисты оставили в мозаиках очень много артефактов различных, смешанных, там какие-то буквально маленькие штучки, значки, и их очень интересно находить, расглядывать. Должен сказать, что в нашем проекте необыкновенно узкое место было, и это вот именно мозаики, потому что на них фокус – это центр концептуальной объекта. Сделать их плохо равнялось бы, ну, краху идеи, можно так сказать. Я считаю, что неимоверное везение, невозможное везение, что мы встретились с Максимом Козловым, который нас понял, услышал и невероятно талантливо реализовал. Я своими ощущениями поделюсь. Первый раз я, когда зашла в станцию, то есть сверху спускалась, вот что я увидела? Я увидела битую плитку, вот потолок из чешуи, вот эти вот сложные формы различные, да, геометрические. И почему-то я сразу вспомнила дом Бали в Барселоне, Гауди. Это какой-то был омаж на Гауди? Нет, здесь не было вообще ни одной мысли в ту сторону. Наоборот, мы, когда поняли и начали прорабатывать нашу идею, мы поняли, что у нас должен быть абсолютно минималистичный интерьер, то есть черно-белый, с минимальным количеством каких-то линий, чтобы выявить эти панно, которые являются центром и смыслом всего. А кто потолок придумал из чешуи? Ну вот мы и придумали. Там, в общем, абсолютно стандартный стеклянный входной павильон. Ну там особо ничего нельзя было сделать в рамках технического задания, но мы прекрасно понимали, что история должна начаться прямо оттуда. И вот как в этом стеклянном павильоне сделать что-то? Понятно, что у нас рыба, и там рыба, чешуя, очень органичные. И вот мы таким тоже ярким, но минималистичным штрихом как бы обозначаем тему или начинаем историю, можно сказать. Ну тоже показалось, что это может быть прикольно. Мы вчера много времени на станции привели. За час, наверное, я минимум человек шесть увидела, кто подходит и все фотографируются с этими рыбами. Внутри какое-то ощущение удовлетворения от сделанной работы возникает? Конечно. А как же? Это совершенно очевидно. Вот то, что люди фотографируются, то, о чем ты рассказываешь, говорит о том, что наша идея работает. Значит, да, нравятся, да, удивляются, да, они такого размера, да, это то, что не то, что не каждый день, а, возможно, никто и никогда не видел мозаичных рыб. Там есть 15 метров длиной по дну, и около 4 высотой. Я бы сам спотографировал, если бы выглядел. Да, собственно, чем я и занимаюсь время от времени. Одна из самых любопытных станций метро, сделанных в органическом стиле, это Сольно-центрум в Стокгольме. Ее отделка повторяет форму скалы. Красный свод станций символизирует закат солнца, а зеленые и синие элементы, стены пола, изображают леса и водоемы. Рисунки на красно-зеленом фоне изображают нетронутую человеком дикую природу, но по мере продвижения от одного торца станции к другому мы все чаще видим изображения постепенно вторгающихся в ее владение людей. По мере приближения к противоположному выходу на стенах пещеры начинают появляться фабрики и заводы, загрязняющие окружающую среду и отравляющие ее. Рисунки явно недвусмысленно намекают на негативное влияние человека на природу, ведущее к ее уничтожению. Этот пример показывает, как искусство может интегрироваться в повседневную жизнь и позволяет художникам выстраивать диалог с нами. Область, в которой мы работаем, нашу студию, работает, называется органическая архитектура. Насколько она тебе близка? Твоей философии, твоим работам, тебе лично, может быть. Не близка. Органическая архитектура, это в первую очередь к формам относится, к формам построения. Это очень сложно в проектировании, это колоссально дорого в реализации и очень-очень сложно это качественно реализовать. Это очень ярко и запоминающееся внешне. И мне кажется, что такие штуки очень классно использовать локально, в небольшом формате, как акцент, как украшение, как доминирующий какой-то элемент. Но когда весь объект решается в таком стиле, это выглядит сложно, иногда тяжело. Понятно, что есть образцы, и мы все знаем, может быть, увидев не воочию, а где-то в публикациях, что такие объекты существуют великолепной красоты, но это прям вот сложно, действительно. Неоднозначно к этому отношению. Повторюсь, мне очень нравится, когда элементы органической архитектуры включаются в что-то более простое. Ну, это мое личное отношение. Ни для кого не секрет, что оформление коммерческого пространства это элемент общей маркетинговой стратегии. Если людям нравится объект, он остается на фотографиях и моментально разлетается по всем соцсетям. Так было с оформлением парка загородного клуба. Один из наших заказчиков захотел превратить его в большую селфи-зону под открытым небом. На мостике из искусственного камня с удовольствием фотографируются гости свадеб, юбилеев и других праздников, которые проводятся на территории парка. В парке Дримвуд, помимо горных рельефов и скал, художники студии построили самое большое дерево из архитектурного бетона в Европе. Внутри дерева находится многоэтажный лабиринт с несколькими помещениями, напоминающий гроты и дупла. Можно подняться по светящейся лестнице с лианами и осмотреть гигантское растение изнутри. Здесь расположено несколько ярусов, и на каждом ярусе есть детская горка. Посмотрела те проекты, которые, соответственно, в сети есть, твои, в частности, Дома Руки, например. И у меня четкое впечатление в голове сложилось, что это какой-то кусок скалы, какой-то неправильный, просто сделанный не самой скалы, выточенной скалы, а просто сделанный с применением какого-то другого материала. Прекрасно понимаю, о чём ты говоришь. Это такой принцип формообразования, вообще характерный нашей мастерской. Собственно, когда в самом начале что-то делали, экспериментировали, мы поняли, что хватит прямых углов и ровных стен, и так этого достаточно, почему бы не начать этого добавлять в архитектуру. Ну, как бы, да, возможно, мы слишком увлеклись и применяли чрезмерно, или применяли такие приёмы и подходы, касаемо дома, про который ты сказала. Там своя довольно сложная ситуация была, потому что он очень большой, но относительно небольшом участке. Его нужно было обеспечить естественное освещение, ему, соответственно, много окон. И чтобы это хоть как-то всё органично смотрелось, не коробочка с проёмами, а некий создать яркий, не цельный архитектурный образ, мы, собственно, от окон не толкнулись, потому что мы расположили проёмы в необходимых местах, направили их, развернули на какие-то видовые точки, где это можно было, и вокруг проёмов нарисовали рамы сложной геометрии, и на этом приёме построили архитектуру дома. То есть он из таких рамок состоит. Но касаемо скалы, лично я много раз обращал внимание и пытался подсмотреть там где-нибудь в горах или просто на эту естественную природную архитектуру камня, которая прекрасно сложна, случайно, но в то же время гармонично. Это красиво, это можно быть использованием. Насколько заказчик является соавтором того интерьера, или дома, который у вас заказан? Очень в разной степени, от объекта к объекту. Бывают люди, которые никак не участвуют, отдали задание, получили результат. Ну, естественно, отсмотрев какие-то промежуточные обсуждения, есть всегда. Всегда есть корректировки, более или менее значительные. Люди очень разные. Некоторые глубоко в процессе находятся, некоторые очень поверхностные, кто-то вообще не касается. Бывают люди, которые своим участием очень сильно меняют финальный результат, и это бывает очень интересный положительный опыт, потому что, когда две точки зрения на один вопрос совмещаются, результат бывает неожиданно очень интересный. Ты вообще как считаешь, заказчик и исполнитель, они соавторами должны быть? Или заказчик чаще мешает, чем помогает? У вас как обычно в вашем бюро? Наши заказчики нам помогают. Помогают? Да. Наши заказчики все необыкновенные люди. Мы если уж приходим за таким продуктом, то как минимум необыкновенные. Немногие знают, что талант одного из самых ярких представителей органической архитектуры Антони Гауди раскрылся не без помощи богатейшего промышленника Эусеби Гуэля. В 1878 году он попросил Гауди оформить ему стенд для Всемирной Парижской выставки. Он настолько был впечатлен витриной, что захотел познакомиться с автором. Вскоре Гауди создал Дворец Гуэль, Парк Гуэль, Винные погреба Гуэль, Павильоны усадьбы Педраль Бесе близ Барселоны, Часовни и крипты колонии Гуэль. После того, как строительство дворца завершилось, Антонио стал одним из самых модных архитекторов Барселоны. В период с 1898 по 1912 год он построил три жилых дома Кальвет, Мила и Бальон, которые вскоре стали значимыми достопримечательностями города. Существует такое мнение, что смысла нет никакого обустраивать что-то в городе, потому что все равно это будет а, искусственно созданное, б, это никак не повлияет на общую экологию, для того, чтобы она повлияла, это должен быть массив, размеры с Лосиный остров. Такой парк огромный, чтобы это хоть как-то улучшило экологическую обстановку в определенных частях Москвы. Поэтому нужно природу, ну, пожалуйста, в лес езжайте, да? Или все-таки нужно какие-то... Нет, я категорически не согласен с прозвучающим мнением, просто потому, что помимо экологической составляющей, там, какой-то коммерческой и любой, мне кажется, необыкновенно важная составляющая эмоциональной идеи, потому что проходить по пусть красивой, но прямой и шумной улице, по которой едут транспорт, пусть даже электрический, это одно. А если где-то по пути тебе встречается пусть небольшой, но кусочек природы, особенно если он... Понятно, что он искусственный, но если он аккуратно, со вкусом спроектированный и хорошо и аккуратно реализованный, это же совсем другое дело. То есть элементарно у человека улучшается настроение. Ну, скорее всего, у меня оно улучшает, когда я это вижу. И вот это очень важно. Как мы видим, архитектура общественных пространств напрямую влияет на наше психологическое и ментальное здоровье, позволяет погрузиться в современный контекст, а также понять, что все, что вокруг нас, создано умами и руками архитекторов, художников и, конечно же, рабочих. А также иногда просто остановиться и посмотреть на 15-метровую рыбу, вывековеченную в мозаике на станции метро. Ну, или посмотреть на водопад в общественном парке. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях свой любимый маршрут для прогулок. А также отмечайте в комментариях свой город. С вами был Евгений Бессонов, ведущий YouTube-канала студии 7 Чудес Света. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому ролику, звоните в колокольчик и до встречи в новых роликах. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!